Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, изменения цен на нефть. Кому это выгодно? И есть ли вообще выгода в таком снижении курса? Ну, понятное дело, что экспортерам, производителям нефти низкие цены на то сырье, которое они добывают, а продукты, это, конечно, невыгодно. Здесь уже убытки идут и числяются не десятками, а сотнями миллиардов долларов. Ну, а в целом всей мировой экономике, всем индустриально развитым странам, причем как Соединенным Штатам Америки, так и Европе, так и уж прежде всего Китаю, безусловно, низкие цены на сырье, прежде всего на углеводороды. Это большой плюс, так как снижает именно производственные издержки, повышает рентабельность производства и промышленности, в принципе, и снижает именно инфляционный пресс на мировую экономику. Поэтому, действительно, вот затухание мирового экономического роста, которое мы видели и в азиатском регионе, и в Европе, и в Северной, и в Южной Америке, во многом было связано именно тем, что был надут колоссальный пузырь на нефтяном рынке. Вот те самые 5,5 триллионов долларов, которые были напечатаны со времен кризиса всеми, без исключения, центральными банками экономически развитых стран, там ФРС США, Евроцентробанк, Банк Англии, Банк Японии. Вот эти деньги действительно способствовали тому, что нефть превратилась в очень спекулятивный, очень перегретый, разогретый, перекупленный финансовый актив. Сейчас этот пузырь постепенно сжимается по мере того, как Америка выключает печатный станок и мировая экономика затухает. Ну и в принципе, я думаю, что более низкие цены на нефть, они так или иначе подтолкнут рост мировой экономики, прежде всего новых индустриальных стран, прежде всего в азиатском регионе. Ну предел, нижний предел, да, цену на нефть установили вроде бы как в 60 долларов. Вот при такой цене на нефть российской экономики как быть и возможен ли этот низ? Ну давайте сразу скажем, что вот эта фраза, что кто-то где-то чего-то там установил в 60 долларов за баррель, ну как бы это фраза и заявление Саудовской Аравии, что 60 долларов для них приемлемо. А в начале текущего года они же говорили, что для них нормальная цена 85-90 долларов за баррель. То есть на треть они уже пересмотрели свои вот эти приемлемые нормальные уровни. Причем давайте не будем забывать, что действительно бюджет в Саудовской Аравии верстается при нефти в 95-100 долларов за баррель, хотя действительно и 35 и 40 долларов не критичны, потому что накоплены огромные золотовалютные резервы и можно на них еще какой-то там года 2-3 при дешевой нефти проехать. Поэтому в принципе ничто не мешает нефти уйти и за 60 долларов, и 55, и 50, и 45. Но вы не говорите, то есть только вниз, да? Ну, верх пока факторов нет, потому что мировая экономика охлаждается, экономический рост в Китае минимальный за пятилетку, Европа все еще в рецессии и выйти с долгового кризиса не может. Единственная точка роста это Америка, США, где благодаря бюджетным дефицитам, благодаря растущему госдолгу, благодаря дешевому кредиту и научно-техническому прогрессу более-менее экономика растет, все остальные затухают. Ну, то есть, глядите, вот если посмотреть за октябрь финансовый прогноз, финансовые прогнозы крупных российских банков, да, то самые смелые из них говорили о том, что, ну, может быть, 85, но никак не ниже за бренд. То есть, это октябрь, сейчас декабрь, за два месяца. Неужели прогнозировать невозможно? Или все действительно зависит от того, что кто-то включил кнопку, цена на нефть упала? Кто-то включил другую кнопку, цена на нефть подросла? Вот вы очень хорошо сказали, что цена всем этим прогнозам, которые делали и независимые эксперты, и крупнейшие российские госбанки, и финансовые институты, и международные финансовые организации типа Международного валютного фонда и Всемирного банка, и уж тем более российские чиновники, им цена крайне низкая, она постоянно падает. То есть, эти люди умудряются промазать в прогнозе цены на нефть, так вот, процентов там не на 10-15, а там на 30, на 40, на 50. Я помню, как еще в начале текущего года все говорили, что, ну, не может нефть стоить дешевле 100 долларов, ну, край 90 долларов. Теперь мы видим, что и 65 уже, в принципе, это вот совсем скоро может быть такая цена и 60 долларов. Поэтому прогнозировать сложно, но то, что мы находимся в заключительной фазе вот этого супер бычьего, супер растучего цикла на нефтяном рынке, вообще на всех рынках сырьевых активов, ну, это действительно так. Мы про это говорили полтора года назад, и сегодня этот пузырь сдувается. Хорошо, он сдуется, и дальше что? Ну, а дальше вопросы. Его единственное, что может надуть, это дешевая ликвидность. Это, опять-таки, включение печатного станка в Америке, прежде всего. Это снова приток нефти долларов и сверхдешевых долларов на мировой финансовый рынок. Когда это произойдет, вопрос открытый, потому что пока это не происходит, и, видимо, мы надолго пришли в коридор 65-75 долларов за баррель. В этой ситуации прогнозировать будущее российской экономики, которая все-таки так или иначе завязана на цене на нефть, можно ли? Если будет этот прогноз, насколько он оптимистичный? Можно и не можно. Проблема ровно в том, что, понимаете, нам уже не помогала цена на нефть даже в 100 и в 110 долларов за баррель. Вот у нас охлаждение экономического роста идет не первый квартал, не первый полгода. Мы ровно 2,5 года затухаем, причем начали затухать при цене на нефть в 110 долларов, при 107 задухали, 105 задухали. И, в принципе, мы погружались в такое рецессионное состояние при любой нефти, то есть даже выше 100 долларов. Поэтому для нас 65-70 долларов, но это очень критично с той точки зрения, что действительно мы не смогли перестроиться с сырьевых рельс на инновационный, индустриальный. Мы по-прежнему эксплуатируем и проедаем нефтедоллары, природно-сырьевую ренту вместо инновационной ренты. И здесь, конечно, прогнозировать можно, но с той точки зрения, что действительно бюджет сведем, потому что рубль обвалили на 70% и полностью покрываем падение цен на нефть даже с лихвой. То есть, скажем, экономика практически в кризисном состоянии, инвестиции падают два года подряд, такой опережающий индикатор экономический, как потребление электроэнергии, тоже два года подряд падает, но при этом что с бюджетом у нас? А в бюджете формируется излишек, практически там 1,7 трлн рублей, то есть чуть меньше 2% ВВП, и это на фоне стагнирующей экономики. Подушка безопасности, да? Да, а как это сделали? Сделали очень просто, потому что у нас исполняется расходная ведомость медленнее, чем доходная. Минфин придерживает деньги в регионные и на федеральные целевые программы не дает. Если бы мы сейчас исполнили доходы, как и расходы, то у нас уже был бы там нулевой профицит, то есть не было бы излишка. А плюс ко всему еще и девальвация рубля дала порядка трлн рублей только за первые 10 месяцев текущего года. Поэтому бюджет исполнен будет, платежный баланс более-менее стабилизирован, и он даже лучше, чем в прошлом году. Это, в принципе, плюс, несмотря на рекордный ток капитала частным секторам. Но минус в том, что дешевая нефть, она бьет по кому? Она бьет по рублю, слабый рубль провоцирует рост цен на импортные товары. Процентов на 25-30 дорожать будет импортное продовольствие, медикаменты, техника, автомобили. Это бьет по доходам россиян, по покупательной способности. А вот покупательная способность россиян, то есть наши с вами расходы, они составляют 50% нашей экономики. И вот последние три года, благодаря чему был рост в России, ведь вроде бы инвестиции падали, и бегство капитала было, и чистый экспорт был нулевой, практически даже отрицательный, и госрасходы сжимались. А благодаря тому, что россияне проедали заработную плату, набрали огромное количество потребительских кредитов, задолженность россиян перед банками утроилась за пятилетку, достигла 10 трлн рублей. С другой стороны, была еще какая-то подушка безопасности накоплена. И вот сейчас в чем риски? В том, что вот этот весь фактор, рост потребительских расходов россиян, он иссякнет. Как только он будет сжиматься, это будет очень сильный удар именно по экономическому уровню. И что это? Это может спровоцировать некий эффект домино? Это будет эффект домино, это будет такая спираль, воронка стокфляции, в которую пока еще, я так понимаю, чиновники не понимают, насколько это опасно. У всех есть такое мнение, что мы как-то проскочим. А мы можем не проскочить, мы можем не проскочить, потому что уже начинаются увольнения в госкомпаниях, в госкорпорациях, в госбанках. Частный сектор уходит в тень, либо выводит капиталы, увольнения идут, скрытая безработица растет. И здесь необходимо действительно наращивать и инвестиции, и поддерживать покупательную способность россиян. Но при слабом рубле, при галлопирующей инфляции это крайне сложно. Поэтому вот о чем президент вчера заявил, давайте ударим по рукам спекулянтам, давайте ограничим произвол на валютном рынке. Все верно, но после драки кулаками не машут, надо было этим заниматься, соответственно, еще в мае, в июне месяце. И действительно вот эту панику на валютном рынке надо остановить, потому что не будет ни инвестиций, ни производства, ни доходов у россиян. Покупательная способность будет падать. То есть сейчас время мало осталось, надо как-то действовать или уже поздно действовать? Есть время, надо действовать, действительно время, когда можно было обойтись малой кровью, оно проходит, потому что надо было по-хорошему вводить валютное регулирование и контроль. И как минимум запретить госбанкам брать триллионы рублей в центробанки и направлять их на валютный рынок, надо было еще делать это летом. Сейчас уже нужны экстренные меры и, как говорится, гомеопатии уже не поможешь. Что ж, будем ждать, какие экстренные меры примут. Обязательно обсудим их результаты с вами. Спасибо большое. Игры Саудовской Аравии с ценами на нефть и ситуацию на мировом рынке мы обсуждали с финансовым аналитиком Владиславом Жуковским.